всем привет продолжаем смотреть картины знакомиться с картинами поклонение волхов картина ходит в будапеште музей изобразительных искусств написано на надели дуб 68 на 51 сантиметр антверпинский художник 1 четверть 16 века относится группе мастера поклонение волхов и собрание грота поклонение волхов было излюбленной темы антверпинских художников начала 16 века однако на их картинах средневековое благоговение уступило место передачи королевской роскоши и пышности многофигурная композиция давала широкие возможности для демонстрации превосходного мастерства рисунка и умелого владения живопись декоративные мотивы здания в стиле итальянского ренессанса еще не означает знакомство с новой архитектурой фантастические восточные характеры одежды указывают на интерес художника к экзотике по всей вероятности данная картина была средней частью трехстворчества лотаря антверпинские художники и мастерские работавшие преимущественно на иностранных заказчиков много раз повторяли отдельные особо удавшиеся композиции как например в общем и эту причем нельзя даже быть уверенным что это повторение были созданы в одной мастерской о голландском происхождении картины говорит и тип мальчика пастуха указывающего в глубь композиции стереотипные движения такие как например при поднимании шляпы одним из волхвов или выражающие удивление жест иосифа являются образцами практики позднеготических мастерских свое название вся группа получила по имени мастера с творчества алтаря хранящийся в китсбурге собрание грот это группа однако родственные картины мастера антверпинского поклонения волхвов вот примерно так написано о картине поклонения волхвов которая находится в будапеште текст по книге ранее нырландская живопись издательства карвейна пока пока до свидания а